Запись посла. Добрый вечер, Каса Алиев. Привет, Алексей. Привет, привет. Какой вопрос сейчас мне резко задашь. Вот, такой сейчас вопрос. Какие есть именно массажи, если у человека произошло, у него происходят головные боли? Я массажами не занимаюсь, ты знаешь. Я обучаю методику. Это чисто образовательная технология. Ну, если ты хочешь, чтобы я дал, какая самопомощь у человека может быть, который еще ключа не знает, ни в теме и так далее. Ну, поскольку я и врач, и иглотерапевт был, и психотерапевт был и так далее много лет, поэтому я могу, конечно, дать. Вот я сейчас дам, если головная боль. Да. Да. Ну, надо просто точку хайгу узнать, это первое. Точка хайгу, вот она, вот бугорочек. Там можно посмотреть хайгу в интернете. Кладешь эту руку спокойно сверху на эту руку. Вот здесь проходит в глубине нерв, и ты начинаешь разминать. Это когда голова болит. Угу. Теперь слушай меня. Это где-то делается полминуты-минуты. Затем берешь и начинаешь пальчиком пальпировать. Ну, это по медицине так говорит. Проверяйте у себя, где у тебя есть наиболее болезненные точки, наиболее чувствительные точки. Вот я нашел здесь у меня, допустим, да? Или здесь у меня, или здесь, во-во-во-во, здесь, например. И вот так посвятишься где-то вечер, чтобы просканировать, просканировать все болезненные возможные участки. Чтобы знать их на будущее. Чтобы знать их на будущее. И вот когда у тебя голова болит, ты сразу раз-раз-раз нашел, вот она сегодня здесь сильно болит. Ну, разомни эту точечку, разомни. Мягко разомни. Да, разминаю, разминаю. Потом с левой стороны просканируй. Короче, ты должен какое-то маленькое время посвятить для того, чтобы ты почувствовал, где какие точечки у тебя болят. Потому что очень многие люди даже понятия не имеют, что у них есть такие болезненные участки. Немного на вебинаре говорили, ой, а я и не знал, что у меня тут так сильно болит. А у другого ничего не болит. И пожалуйста, ради Бога. Но если вдруг внезапная головная боль, по какой-то причине, тревожность, беспокойство, тут же берешь, начинаешь вот так вот сканировать, находишь, находишь болевой участок и начинаешь его размассировать. Размассировать. В какую сторону крутить пальцы, ну это как тебе удобнее, как тебе приятнее. И вообще, вообще, людям, которые даже не знают метод ключ, как регулировать свое состояние без помощи массажа, иглотерапии, там, сеансов у психотерапевтов, которые не знают еще, да? Они должны знать принцип ключевой. Всегда делай то, что тебе приятнее. И не делай то, что тебе неприятно. И тогда у тебя происходит снятие лишнего напряжения, и ты выходишь на состояние успокоенности. Даже музыку, когда ты в разном настроении, любишь послушать разную, правда же? Да. То есть ты ищешь то, что тебе резонирует. То, что тебе резонирует. Да, согласен. И когда человек, который еще не знает, что такой ключ, будет подбирать себе личные приемы для саморегуляции, он будет искать по тому же принципу. Он будет искать чувство радости, потому что радость жизни, живи с радостью. Чувство приятности, перебирая по этому критерию, как это самое радиоволну приемника, понимаешь? Он ищет то, что ему синхронно, то, что ему в резонанс, в резонанс. Да, если он по методу ключа некоторое время по определенному алгоритму на наших занятиях, там иногда в школе хомофутурщик проводит, что он позанимается, он научится тем самым управлять своим состоянием уже без помощи этих упражнений. Вот видишь, как я из точек от головной боли перешел в контенте, в саморегуляции. И на самом деле, и на самом деле люди раньше снимали у себя напряжение с помощью массажа, с помощью лекарств, с помощью лыжной прогулки. А потом постепенно-постепенно они переходят к тому, что учатся к тому, чтобы управлять своим состоянием самостоятельно, без внешних посредников. Вот ты понимаешь, как интересно. И таким образом обретает свободу, чтобы в любой ситуации сохранять свою внутреннюю самостоятельность. Да, очень интересно. Интересно, нет? Да, очень, очень. Давай, до встречи. Полезно. Все, благодарю. До встречи. Спасибо тебе, Алексей. Мне тоже. Ваше благодарю вас.